На сайте города Котельнич появились 4 выпуска видеопередач «Скажет тоже». Авторы и ведущие – обычные школьники. Они сами собирают материал, снимают и монтируют его. Здравствуйте, дамы и господа! Всем привет! А у нас два сюрприза. Первый сюрприз – это то, что у нас наконец-то появилась студия, и мы не снимаем домашнюю обстановку. А второй сюрприз – это у нас появилось два новых ведущих. Хе-хей! Это Анастасия Таранова и Дмитрий Глушков. Привет! Сейчас они собирают пятый выпуск видеопередачи. Это единственный информационный канал в Котельниче. А Кристину Гараеву уже узнают на улице. Со звездами котельнических новостей мы связались по интернету. На дне города недавно я стояла, ко мне подошел какой-то мужчина и говорит, «Видел вас в интернете, поздравляю!» Они рассказывают новости на простом языке. Школьники специально употребляют диалектные слова и просторечья. Для молодежи доступнее этот язык будет. То, что вот, что-то, как бы. В школе их критикует учитель по русскому языку, в Кирове – учитель телеискусства. Не всем нравится такая манера ведения новостей. Феликс Калышницин считает, что от вятского говора нужно избавляться. Мы вятские вообще говорим вот так тоже. Диалект вятский, он тоже предмет таких. Но, естественно, еще более это выражено в районах. Понятно, что это проблема. Им с ней будет справиться довольно сложно. Есть и сторонники вятского говора. Михаил Вагин, хоть и сам не употребляет диалектные слова, считает, что такая манера подачи новостей сейчас очень актуальна. Этот сейчас формат популярен, что нужно говорить на своем родном языке, не стесняться этого. То есть ты, допустим, окоешь или акоешь. Без разницы, как ты это говоришь. В общем, главное, что для них, я считаю, главное, что они это вообще делают. Александр Артеев – оператор студенческого телевидения. Для него не столько важен говор, сколько техническая сторона новостей. Есть какие-то шероховатости, да, то есть там по съемке там как-то может быть нехорошо, да, по монтажу, по склейке там голос не поставлен, да. Но их в базе, вот это сейчас, для них это очень даже хорошо. За чистое небо, за свежий воздух. Кристина, Кристина, успокойся. Штательнические новости произвели впечатление и на сотрудников кировского телевидения. Степан Петушин при отсмотре выпуска не мог сдержать эмоций. Тем не менее, молодых коллег считают перспективными. Если ребята в будущем захотят связать свою жизнь с журналистикой, то, я думаю, приехав потом в Киров, у них будут большие шансы попасть на региональное телевидение. А пока школьники мечтают, что когда-нибудь и в Котельниче появится свое телевидение. И уже тогда они смогут выпускать новости в прямом эфире. До новых встреч, друзья. До свидания. Анна Мамаева, Егор Новоселов и Константин Малыхин. Информационный канал «Город».